Радио Свобода Совет Безопасности ООН ввел против КНДР новые санкции и в ответ на угрозы Пхеньяна президент США Дональд Трамп заявил, что возможен огонь и ярость и предупредил о том, что имеется вариант военного решения, если власти Северной Кореи будут вести себя неразумно. Военное решение в полной готовности, написал Трамп в своем твиттере, надеясь, что Ким Чен Ын выберет другой путь. Входит ли мир в ядерный кризис, подобный Карибскому 1962 года, обсудят наши гости. У нас в студии дипломат, историк и бывший посол России в Южной Корее Георгий Кунадзе. С нами по телефону будут по очереди политолог профессор Виктор Кувалдин, американист и военный эксперт Александр Гольц. Добрый вечер, Георгий Фридрихович. Добрый вечер. Как вы оцениваете достигнутый на сегодня к августу уровень конфронтации, связанный с Северной Кореей? Ну, если брать, собственно, заявления сторон, то уровень конфронтации очень высок. Возможно, беспрецедентно высок. Собственно, Северная Корея всегда выступала с максимально кровожадными заявлениями. Но вот теперь с американской стороны тоже нашелся человек, который ответил на этот вызов своими собственными кровожадными заявлениями. Не знаю, насколько это в общем разумно, но так или иначе, по факту, если анализировать только слова, то да, разумеется, уровень конфронтации очень высок. Другой вопрос, насколько я понимаю, никаких свидетельств приведения, например, американских войск в Южной Корее и Южно-Корейской армии в повышенную боевую готовность. Я что-то об этом нигде не слышал и не знаю. То есть, такое впечатление, что воинственные заявления – это одно, а реальная боевая обстановка – это несколько другое. Но вот готовятся, насколько я понимаю, совместные учения Соединенных Штатов и Южной Кореи, они намечены на ближайшее время, в 21-31 августа. Ну, может быть, это и есть приведение в боевую готовность, так сказать, сил союзников на корейском полуострове? Ну, теоретически, да, разумеется, для того, что, ведь, собственно говоря, крупномасштабные боевые учения, они мало отличаются от подготовки реальных боевых действий. Просто вот по факту. Подтягиваются войска, разворачиваются системы вооружений. Возможно, что мы увидим одну, а то и две авианосные группы в водах корейского полуострова. Так что, да, разумеется, истерика в Северной Корее достигнет своего апогея. Мне здесь интересно только одно. Северные корейцы вот именно в этот момент решатся на очередное ракетное испытание или ядерное испытание. Или, наоборот, ограничатся словами, но ничего не сделают. Потому что, разумеется, они должны понимать, что вот сейчас истерия и в мире, и в США, и в обоих корейских государствах, и в Японии достигла такого уровня, что, в общем, любые какие-то следующие шаги Северной Кореи могут быть восприняты как последняя провокация, на которую уже надо отвечать. Отвечать, правда, нечем, кроме, собственно говоря, проведения этих самых учений. Но, да, разумеется, эти 10 дней, они будут довольно напряженными для всех. Скажите, а зачем все-таки Северной Корее было попадать под санкции ООН? Получилось так, что они сконсолидировали против себя те страны, которые в очень редких случаях выступают совместно. Ни Россия, ни Китай не препятствовали введению санкций. И получается, что есть совместная позиция всех великих держав. Да, разумеется. Но надо здесь понимать, что Северная Корея, ей не привыкать жить под санкциями. Она с этими санкциями живет уже давно. А при нынешнем вожде Ким Чен Ыни, собственно, из-под санкции она ни разу не выходила. И, видимо, все уже приняли как данность, что санкции эти будут существовать всегда. Здесь, я бы сказал, проблема не в том, что санкции наносят ущерб. Ущерб они, разумеется, наносят, но северные корейцы научились как-то этот ущерб компенсировать. Или просто привыкли, что вот ущерб, они его списали и все. А вот вопрос здесь, на самом деле, в другом. Вот когда санкции вводятся, для чего? Для того, чтобы вынудить Северную Корею к сдержанности. Для того, чтобы вынудить Северную Корею к отказу от ядерных ракетных испытаний. Для того, чтобы усадить Северную Корею, наконец, застал переговоров. А проблема-то вся в том, что по состоянию на сегодня предмета переговоров-то нет. Ну как, не запускайте ракеты через Японию, в сторону Японии, да и в сторону России, кажется, летало был случай. Ну, вопрос, вот вспомните, как обстояли дела, когда в 1994 году стороны готовились к этой так называемой рамочной договоренности. Речь шла о том, что Северная Корея замораживает свою ядерную программу о ракетных испытаниях, когда вообще речи не было. И в обмен на это Северная Корея получает и энергетическое сырье, мазут из США, а также получает построенный под ключ легководные реакторы, которые можно использовать для производства электричества, но нельзя использовать для наработки оружейного плутония. А вот тогда предмет переговоров был. Было ясно и понятно все обеим сторонам, как минимум, что делает Северная Корея, что она получает за то, что она это делает. Сейчас ситуация принципиально другая. Северная Корея готова была бы, наверное, пойти на переговоры, если бы в обмен на какое-то сдерживание своих, ограничение своих ракетных пусков, ее бы признали ядерной державой. То есть страной на законных основаниях, обладающей ядерным оружием. Но этого не будет. Этого не будет, разумеется. А если этого не будет, то о чем, собственно, вести переговоры? Ну, о тех же санкциях, например. Ввели, сняли. В обмен на что? В обмен на приличное поведение, без хулиганства. Нет, если считайте, вот в 1994 году, где-то до 1998 примерно года, когда северных корейцев поймали на нарушении этой рамочной договоренности, когда, помните, закупали в Иране в большом количестве центрифуги для обогащения урана. Вот, вот сейчас, собственно говоря, приличное поведение, это сама по себе дефиниция, она как-то размыта. Что такое приличное поведение? Никто этого не знает. По-моему, и северные корейцы этого уже сами не знают. А раз так, о чем говорить? Хорошо, вот мы Виктор Кувалдина, который к нам присоединился по телефону, тоже спросим о том, как вы, Виктор Борисович, относитесь к этой ситуации, собственно. Как вы оцениваете вот этот уровень конфронтации, зачем Дональду Трампу так вот вцепляться в корейскую тему? Добрый вечер. Добрый вечер. Я оцениваю ситуацию как очень серьезную, она плохая, может стать еще хуже, может произойти то, что считалось немыслимым, то есть военное столкновение, в том числе и с использованием атомного оружия. К сожалению, это действительно стало в повестку дня, и сейчас надо посмотреть трезво, глазами на то, что произошло и что происходит. Ну, здесь справедливо говорили, сейчас мы не в середине 90-х, кончается второе десятилетие нового века, и Северная Корея по факту сегодня ракетно-ядерная держава. Она находится, в принципе, в той же категории, в какой находится Индия, Пакистан, Израиль. Будут ее признавать в этом качестве, не будут признавать. Для северокорейцев это вопрос второстепенный. Для них это единственная реальная гарантия выживания режима. Речь как раз идет об этом, они себя чувствуют. О сооруженном лагере, здесь, конечно, последние высказывания и американского президента, и до этого некоторых должностных лиц, они подлили масло в огонь. Поэтому ситуация в этом плане тупиковая. Очень велик риск просчетов и с той, и с другой стороны, которые могут привести и к необратимым последствиям. Мне кажется, что сейчас к ней надо отнестись очень серьезно. Это уже не региональная, это глобальная проблема. Собственно, естественно, что речь идет о выживании и сохранении Северной Кореи, но не только. Речь может идти о уничтожении Сеула и Сеульского района, там 10 миллионов человек. Речь может идти о том, что будет затронута Япония. Речь идет о десятках тысяч американских солдат, размещенных в Южной Корее и размещенных в Японии. Но сейчас они говорят, что они могут дотянуться и до Гуама. Так что, как мне кажется, сейчас надо оценить, понять, так сказать, логику этого режима, его интересы. И постараться все-таки здесь выстроить разумную линию поведения. А можно ли ее выстроить? Вот есть комментарии, которые говорят нам, что Дональду Трампу это довольно выгодно. У него не очень сейчас хорошо идут дела в разных сферах его президентства. И вот эта конфронтация, она как бы отвлекает от реальных проблем. Вы знаете, можно и нужно выстроить. Потому что думаю, что на сегодняшний день, именно в текущем конъюнктурном плане, скорее всего, это проблема номер один американской внешней политики. Да, может быть, действительно это отвлекает от внутренних проблем, может отвлекать от каких-то внешних проблем, но ведь это игра с огнем. Война, так сказать, а это действительно война, война она не нужна Дональду Трампу. И речь может ведь идти о потерях, которые будут вполне сопоставимы с потерями Соединенных Штатов в Вьетнамской или в Корейской войне. В принципе, это себе не может позволить. Американский президент – это ведь то, что называется неприемлемый ущерб. Ну вот господин Лавров, министр иностранных дел России, дал такой совет американцам. Вашингтон должен сделать первый шаг к примирению с Северной Кореей. Риски, он считает, очень высокие конфронтации, поскольку звучат прямые угрозы применить силу. Ну вот, типа, большая держава должна оказаться умнее, чем этот режим Кимов. Это разумный совет? Мне кажется, что вполне, понимаете, здесь есть два плана. Есть план текущий, конъюнктурный. Сейчас все-таки ставки высоки, страсти разогреты. Надо дать понять северным корейцам, что да, они достигли своей цели. Да, действительно, речь больше не идет о силовой смене режима. Они себя от этого обезопасили, обезопасили встать по, де-факто, ракетно-ядерной державой. Есть и второй, такой, но более стратегический план. Конечно, надо думать о каких-то путях выхода и для Северной Кореи. Она оказалась в этом плане в избой, в тупике. Но есть и пример. Есть и рядом Китай, который стал проводить реформы. Кстати говоря, Северная Корея их тоже проводит. Гораздо более ограничена, естественно, не с теми успехами. Ну и есть интерес. Есть интерес держав региона, в число которых, безусловно, входим и мы. И есть глобальный интерес в том, чтобы все это не дошло до военного выяснения отношений. Хорошо, Георгий Федорович, как вы оцениваете российскую сейчас позицию, вот эти вот добрые советы Лаврова? При этом я бы заметил, что он сказал важную вещь. Мы не приемлем ядерной Северной Кореи, обладающей ядерным оружием. Это довольно жесткая позиция. Позиция жесткая, но в данном случае, собственно, что же плевать против ветра. Действительно, Северная Корея стала по факту ракетно-ядерной державой. На раннем этапе своего становления, но стала. И поэтому заявление о том, что мы этого не приемлем, ну, примерно так же, как мы не приемлем официально. Ядерного статуса Индии, Пакистана, Израиля. А, собственно, я не вижу в этом какого-то рационального зерна. Ну, вот заявление сделано, и оно сделано, и больше. Но Россия, значит, участвует в кампании давления на Северную Корею. В конце концов, санкции через ООО пропущены. Россия участвует, я бы сказал, в кампании по увещеванию Северной Кореи. Россия, к сожалению, как и все остальные участники конфликта, она не может предложить никакого решения. При этом, я бы сказал здесь о другом. На самом деле, Россия в данном случае вполне разумна, на мой взгляд. Это, пожалуй, единственное направление российской внешней политики, в котором я увижу какую-то логику, предоставляет лидерство в решении этих вопросов в Китае. То есть, я не сомневаюсь в том, что если бы китайцы решили наложить вето на резолюцию Совет Беза о санкциях, Россия последовала бы за ними. Но поскольку китайцы этого не сделали, значит, Россия тоже этого не сделала. Думаю, что это вполне разумно, прежде всего потому, что Россия одна из стран, от которых в данной ситуации практически ничего не зависит. От китайцев, если угодно, зависит, если не все, то очень много. Смотрите, их позиция стала корректироваться. В смысле? Ну, в смысле, вот санкции, например, длительное время они введение или усиление санкций блокировали. Да, разумеется. Ну, логика здесь, конечно же, есть, потому что первые пакеты санкций не принесли результата. Все продолжается по нарастающей, и следующий пакет принят. Так что здесь, скорее, в общем, у китайцев выбора-то другого не было. Но вопрос здесь в том, что, в общем, все говорят о военном потенциале Северной Кореи, о тех военных приготовлениях, которые они осуществляют последние где-то годы. Мало кто задумывается о том, что, например, откуда берется у Северной Кореи горючее для танков, для самолетов. Откуда все это берется? В Северной Корее нефть может получать только и единственная из Китая. Значит, китайцы продолжают поставки этой нефти. Если бы китайцы всерьез задумались о том, что нужно каким-то образом задействовать экономические рычаги, они бы просто прекратили эти поставки и довольно быстро добились бы результата. Потому что без горючего армия не воюет. Они этого не делают. Поэтому разговоры... Ну и, кстати, китайцы, проголосовав за этот пакет санкций, тут же начали говорить о том, что, в общем, да, но эти санкции не должны ухудшать экономическое положение Северной Кореи, не должны сказываться на жизнь гражданского населения и прочее. Вот такие, как бы сказать, лазейки для того, чтобы эти санкции применять избирательно, китайцы все-таки себе оставили. Я не знаю, думаю, что это, скорее всего, не нарушает самой резолюции, не нарушает буквы резолюции. Но дух резолюции, разумеется, страдает. Потому что в конечном счете санкции вводятся для того, чтобы побудить объект санкций к изменению своего поведения. Пока что мы не видим, что этот результат может быть достигнут в какой-то обозримой перспективе. В этой связи, собственно, вопрос такой. Я, честно говоря, не разделяю алармистских настроений. Я думаю, что войны не будет. Военного конфликта и войны, как таковой, не будет. Просто потому, что достаточно понятно, что если война начнется как ограниченный конфликт, она имеет очень большие шансы, перерасти в тотальную войну. Если это тотальная война... Татальная война кого с кем все-таки? Ну, с Северной Кореи. Со всем миром? С Южной Кореи, с США и, да, в какой-то мере с Японией. Вот, при неучастии в этом России и, скорее всего, при неучастии Китая. Все понимают, что потери будут чудовищными. 25 миллионов, чтобы быть точным, дневное население агломерации Сиу-Лунчон. И все эти люди живут под угрозой артиллерийского налета. Огромной и разрушительной мощи. Вот. Так что речь пойдет, конечно, о больших потерях. А если это так, то война начнется всерьез. И проблема-то вся в том, что с использованием ядерного оружия, без его использования, исход этой войны неминуем. Так каков он? Северная Корея будет, разумеется, разбита и уничтожена. А вот, и я не думаю, кстати говоря, что это приведет к каким-то потерям, сопоставимым с потерями США в Вьетнамской войне. Потому что там воевали все-таки, в те годы еще воевали на земле. А теперь, в общем, Северную Корею будут долбить с воздуха, без соприкосновения на поле боя. Линии фронта, как таковой, видимо, не будет. И, в общем, да, через какое-то время Северная Корея будет, как государство, уничтожена. Для меня это совершенно очевидно. Хотя мне бы не хотелось в данном случае быть пророком. Не хотелось бы, чтобы эти предположения так или иначе были реализованы на практике. Потому что, разумеется, легкой победы у Соединенных Штатов не будет. А для Южной Кореи это будет, в общем, извините, национальная катастрофа. Хорошо. Давайте мы Виктора Кувалдина еще спросим. Виктор Борисович, вот вы считаете ли, что есть реальная военная угроза Соединенным Штатам от деятельности северокорейского режима? Вот действительно. Или она сейчас распространяется лишь на союзников США, действительно, Японию на Южную Корею? Ну, во-первых, я хотел напомнить, что в Корейской и в Вьетнамской войне потери были в диапазоне 45-50 тысяч убитых со стороны американцев. Те американские войска, которые сейчас размещены в Южной Корее и в Японии, по численности они даже несколько больше, и они вполне достаются, так сказать, попадают под радиус действия северокорейских ракет. Северокорейский ракетно-ядерный потенциал рассредоточен, он хорошо укрыт, и это та страна, которая очень мало точных разведсветов. Поэтому здесь, как мне представляется, надо быть очень осторожным, ну, плюс речь идет о двух ключевых союзниках Соединенных Штатов, о Южной Корее и о Японии. Второе, здесь не надо, по-моему, не надо думать, что Китай уж так абсолютно может остаться в стороне. Для Китая неприемлемый сценарий с разгромом Северной Кореи. По разным причинам. Для него неприемлемы и миллионы голодных беженцев, которые стремлятся через китайскую границу. Для него неприемлемо продвижение союзных сил, в частности, американских сил, в севернее 38-й параллели и на границу с Китаем. Не надо все-таки забывать, что Китай, Китай такая особая страна, вот, но кроме правительства в Пекине, есть еще китайское общество, есть китайский национализм. Это очень болезненный вопрос, так что и китайские лидеры будут поставлены в очень тяжелое положение, не даром они себя так сейчас, не даром они себя, очевидно, так осторожно. Они себя правильно ведут осторожно, в частности, вопросу по нефти. Я хочу напомнить, что в 41-м году японцы были вынуждены принять решение о начале военных действий, прекрасно понимая, что шансов у них очень мало, именно после того, как было введено нефтяное эмбарго. Так что вот это лассо на шее северокорейского режима затягивать не надо. А как мне представляется, здесь нужно другое. Да, есть опасность, есть опасность реальная. И она опасность затрагивает не только северную и южную Корею. Как мне представляется, никакие, кстати говоря, санкции не сработают. Природа такого режима. Их можно ужесточать как угодно. Ну, во-первых, корейцы пошли тогда, в 90-е годы, на голод, тогда умерло больше 500 тысяч человек. Во-вторых, у них всегда еще будет достаточно ресурсов для того, чтобы подкормить и дать возможность выжить в своей номенклатуре и своей армии. Как мне представляется, разумная позиция заключается в том, что там должна быть и большая дубинка, и большой пряник. Да, можно, так сказать, ужесточать санкции, можно подключать к этому мировое сообщество, но в Северной Корее должен быть еще и предложен какой-то стратегический план выхода из того тупика, в который она оказалась. Если хотите, это может быть своего рода план маршала для Северной Кореи. И это, кстати говоря, не безумные деньги, учитывая те ставки, которые есть, которые сейчас вот на кону. Ну, все-таки Северная Корея – небольшое государство. Это немногим больше 100 тысяч квадратных километров и немного больше, чем 20 миллионов населения. Поэтому это проблема, которая сейчас требует очень серьезного политического и даже стратегического решения. Я тоже очень надеюсь, что до военных действий не дойдет. Но просто хотел напомнить, что и Первую мировую войну никто не хотел. Да и Вторая мировая война в тот момент и в том месте, где она началась, это тоже, так сказать, было неожиданностью, в частности, для Берлина. Поэтому таким ситуациям надо относиться предельно серьезно, мудро. Думаю, что здесь, конечно, очень многое зависит и от позиции Пекина, но мне кажется, что и от нас тоже немало. Дело в том, что мы же ведь не очень знаем реальные отношения северных корейцев к китайцам. Они могут все-таки чувствовать, они, конечно, чувствуют свою зависимость, и это, наверное, у них вызывает не самые лучшие эмоции. Возможно, у них есть и свои обиды. Все-таки Москва – это одно из государств, где у них, пожалуй, претензий меньше, чем к другим. Поэтому здесь, вот за счет такой определенной, ну, если хотите, можете, закулисной дипломатии, есть возможность. Но я согласен, что здесь, конечно, первая скрипка на себя ни в коем случае брать нельзя. Конечно, это в первую очередь здесь, здесь какую-то позитивную роль может и должен, и это в его интересах сыграть Китай. Спасибо, Виктору Кувалдину. Я хотел бы сообщить, что к нам присоединился военный эксперт Александр Гольц. Александр, добрый день. И хотел бы вас спросить, насколько серьезная сила – это северокорейская армия, собственно, насколько она способна, так сказать, участвовать в современной войне и сопротивляться высокоточному оружию, разнообразным, так сказать, современным средствам военных действий? Нет, ну, северокорейская армия вооружена в основном оружием 30-40-летней давности, если еще не более старом. Сама концепция обороны тоже вполне себе ветхозаветная, и понятно, что в современной войне северные корейцы долго не продержатся. Однако тут возникает очень много других вопросов. главный из которых – плохая старая артиллерия Северной Кореи. Ну, это 20 тысяч стволов. И одним первым ударом уничтожить ее не получится. А это значит, что то, что выживет, обрушит. Ну, здесь мы выводим за сходки степень моральной подготовки севернокорейских воинов. Тут могут быть сюрпризы. Вот общая принятая точка зрения заключается в том, что это вот такие железные винтики, которые готовы жизнь положить за любимого вождя. Но, как мы помним, по тому же 41-му году, когда была очень массовая сдача в плен, такие армии могут, с точки зрения морально-психологического состояния бойцов, столкнувшись с высокотехнологичным ударом, они могут приносить сюрпризы. Но, тем не менее, все-таки общий подход заключается в том, что нельзя предотвратить массированный артиллерийский удар по столице Южной Кореи, Сеулу. И в этом главная проблема. Хорошо, мы еще продолжим. Я как раз хотел бы Георгия Куназа спросить, а вот Южно-Корейская армия, я вот тут читаю, что оборонный бюджет Республики Кореи в 30 раз превосходит военные расходы Пхеньяна. Ну, понятно, что это разное оружие и так далее. Вот Южно-Корейская армия, насколько это серьезная сила, насколько они способны защитить свою страну в случае войны? Ну, вы знаете, в общем, разница в военных расходах, она понятна просто потому, что Южно-Корейская армия, хотя она тоже призывная армия, не добровольческая, не профессиональная, но это в полном смысле этого слова современная армия. Современная армия требует больших средств на свое содержание. Так что здесь удивляться не приходится. Но главное, я могу сказать, что вот такого вот разрыва в боевом духе, который имел место в 50-м году, когда Северная Корея нанесла удар по Южной Корее. И Южно-Корейская армия ее тогда нельзя было назвать, хотя численно примерно столько же было бойцов на бумаге, сколько и у Севера. А Южно-Корейская армия была, по сути дела, уничтожена в ходе вот этих вот первых боестолкновений. Боевой дух Южно-Корейской армии был чрезвычайно низок, боевой дух Северно-Корейской армии был чрезвычайно высок. Поэтому я бы в данном случае проводил параллели не с 41-м годом и не с боевым духом Советской Красной армии в момент начала гитлеровского нашествия. Я бы проводил параллель именно с 50-м годом, с июнем 50-го года, когда северные корейцы совершили близкрик. И в общем, остановить их удалось только чудом. Потому как, если так, обращаться к истории... Ну, войска ООН высадились. Так вот, в том-то все и дело, что если говорить о Южной Корее, Южную Корею тогда спасло только чудо, десантная операция под командованием МакАртура. И большинство историков военных сходится на том, что эта операция не имела особых шансов на успех, но она удалась. С другой стороны, Северную Корею тоже спасло чудо. Это ввод китайских войск, которые потеряли больше миллиона человек в этой войне. Это не чудо, это просто живая сила в огромных количествах. Ну, они просто положили целую армию во время этой войны. Все дело в том, что действительно северные корейцы начали ту войну с Блицкрига и с очень высокого боевого духа, и довольно быстро были разбиты. Вот после этого никакого боевого духа у них уже не осталось. Если проводить, пользоваться вот этой вот исторической аналогией, то я бы сказал, что если возникнет война на Корейском полуострове вновь, то на первом этапе боевой дух северно-корейской армии будет чрезвычайно высоким. А южно-корейской? А южно-корейской, я думаю, тоже. Но здесь давайте мы не будем забывать о том, что вот опять же численно северно-корейская армия вряд ли намного превосходит южно-корейскую. Ну, северных корейцев меньше осталось. Вот цифры дают там 600-800 тысяч человек, миллиона там нет. Ну да, да, разумеется. Но вопрос в данном случае не в этом, а в том, что Северная Корея располагает самыми многочисленными в мире войсками спецназначения. Вот. И это бойцы профессиональные, хорошо готовые и готовые на все. Это те, которые теракты проводили в том числе? Нет, ну теракты... Там нападали на президентский дворец Южной Кореи и так далее. Ну, примерно, да. Вот это вот теракты, которые в более позднее время проводились, это были в чистом виде диверсионные действия. А это была попытка войсковой операции, операции спецназа. А вот, и я бы поэтому сказал, что если война все-таки начнется, то северные корейцы попытаются задействовать свои войска спецназначения, бросив их на юг. Бросив их на юг там, где, собственно говоря, они смогут избежать уничтожения с воздуха. А вот, и это, на мой взгляд, реальное. Реальный достаточно сценарий. Не хотелось бы, чтобы он был реализован. Но думаю, что в такой ситуации, действительно, чем просто сидеть и ждать, когда прилетит что-то с неба и тебя уничтожат, проще пойти вперед. А вот эти знаменитые бункеры, это тоже вот интересная тема, что все, так сказать, хозяйство вот это военное Северной Кореи строится на системе каких-то подземных коммуникаций, сооружений, и что, мол, их там ракетами не возьмешь. Это действительно так? Ну, собственно говоря, я ни в одном таком северокорейском бункере не был. А вот в туннелях, которые северные корейцы рыли через 38-й параллель на юг, я бывал, производят впечатление, серьезные сооружения. Но вся ведь штука в том, что в бункерах не отсидишься. Да, рано или поздно из бункеров придется вылезать. Ну, хотя бы для того, чтобы воевать. А вот поэтому я не считаю, что наличие бункеров дает Северной Корее какие-то серьезные военные преимущества, то, что вот называется in the long run. Давайте мы Александра Гольца спросим тоже. Александр, что вы думаете об этой теме? Ну, хорошо, артиллерию могут уничтожить, предположим, самолетов там мало, самолетов четвертого поколения тоже мало, МИГ, по-моему, 29-й, если я не ошибаюсь. А вот эти вот бункеры, которые строили чуть ли не 50 лет, может быть, на них рассчитывают? Так получилось в моей жизни, что я был в таком бункере. На самом деле, если искать аналогии, то это ближе всего к американской горе Шаэн, под которой находится командование НАРАД системы противоракетной и противовоздушной обороны Северной Америки. Вот так получилось в моей жизни, что я оказался в таком укрепленном районе, который выстроен в гранитной горе. Конечно, с точки зрения трудозатрат, это нечто совершенно фантастическое. То есть это, ну, там, можно сравнивать со строительством пирамиды Хеопса. Я не знаю, с чем это можно сравнивать. Это действительно затрачены миллионы, если не десятки миллионов часов. И очень сильно подозреваю тысячи человеческих жизней, чтобы вот выстроить в гранитной горе такую многоуровневую систему обороны. Ну, понимаете, с точки зрения современной стратегии, и здесь я абсолютно согласен с господином Кунадзе, это вот такое развлечение для идиотов. Ну, хорошо. В современной маневренной войне эту гору обойдут, обложат, и дальше будут смотреть долго, как ее защитники сначала героически сопротивляются, а потом сдаются. Другого выхода нет. Ну да, это все изрыто туннелями, которые соединяются со следующей горой. Но современная война, она война маневренная. Вот отсидеться в этих гранитных горах вряд ли получится. Александр, вопрос, знают ли об этом северокорейские стратеги, что отсидеться вряд ли получится? Может быть, они действительно верят? Послушайте, страна, которая удалось создать межконтинентальную баллистическую ракету, значит, там у них достаточно ума, чтобы сообразить, что к чему. Другой вопрос. Могут ли они в открытую сказать это великому вождю и гениальному руководителю? Это совершенно другой вопрос. Вы знаете, опять-таки, мои впечатления, это впечатление 25-летней давности, я подозреваю, если не 30-летней. Вот. Штука в том, что, ну, я там оказался после посещения разных веселых мест, как то Афганистан и Никарагуа, я вынес оттуда тогда еще, 25 лет назад, ощущение, конечно, чудовищного страха, что это было, ну, ну, за свою жизнь я посетил много гнусных местечек, но вот такого гнусного места я, в таком гнусном месте я не был, потому что страх там можно было, вот он был настолько разлит в пространстве, что его можно было резать кусками, понимаете? И штука в том, что, ну, человеческое существо так устроено, что оно не может простить вот этого своего состояния. Я совершенно не уверен в том, что морально-психологическое состояние северных корейцев в целом и северокорейских солдат в частности, таково, что они будут вот долго героически сопротивляться. Александр, но я бы хотел чисто военный вопрос еще задать. Все-таки есть ли у нас, есть ли у нас понимание, имеются ли у КНДР, кроме вот этих странных ракет, которые летают не совсем туда, куда их направляют, да, есть ли у них реальные ядерные боеголовки, компактные, которые могут быть поставлены на эти ракеты, которые, собственно, и являются реальным оружием, а не имитацией? Увы, ах, Михаил, только что американская военная разведка, ну, ее выводы иногда оспариваются, она иногда и ошибается. Вот, но тем не менее, только что несколько американских изданий сообщили, что по выводам разведуправления Пентагона Северная Корея создала боеприпасы, которые могут устанавливаться на межконтинентальных ракетах. Количество этих боеприпасов около 60. Это серьезно. Если это так, то это очень серьезно. И получается, что господин Ким Чен Ын вошел в этот ограниченный клуб лидеров, которые обладают ядерным оружием. И здесь ситуация такова, что, ну, мы хорошо понимаем, что человечество, мир, цивилизованный мир, не придумал, что делать с ядерной державой, которая наглым образом нарушает международное право. Да, у нас есть такой опыт, собственно, вот ядерная держава, которая нарушает международное право, оккупировав Крым, например. Действительно. Хорошо, Георгий Фридорфович, вот что происходит в Южной Корее. Сейчас при новом президенте Мун-Дже-Ине. К чему они призывают своих союзников и что предлагают? Ну, видите, в чем дело. Новый президент пришел в голубой дом, в свою резиденцию, как голубь своего рода. Первое его заявление о том, что американские комплексы, вот, сад пресловутый, должны быть выведены, что они не нужны больше. А теперь нужны уже? С Северной Кореей надо вести диалог. Вот с тех пор, не так много времени прошло, его позиция полностью изменилась. И теперь он вполне себе нормальный президент Южной Кореи, страны, которая должна жить, имея под боком невменяемый враждебный, кровожадный режим. Так что, в этом смысле, его взгляды, я думаю, мало отличаются от взглядов, доминирующих в южнокорейском обществе, а взгляды эти... Ну, вот, собственно, здесь мы все это видим. Южные корейцы действительно, в общем, ненавидят северокорейский режим. То есть, не дает им жить спокойно? Да, разумеется, разумеется. Они его, я думаю, ненавидят еще и потому, что они понимают, что рано или поздно этот режим накроется медным тазом, страна будет объединена. И за это придется заплатить. И если не нынешнему поколению южных корейцев, то к следующему их детям, их внукам придется терпеть лишения для того, чтобы каким-то образом прокормить своих соотечественников. Так что здесь, не говоря уже о том, что их нужно будет как-то адаптировать к современной жизни, к которой они не готовы абсолютно. Так что здесь настроение достаточно решительное. Но, вы знаете, я понимаю, что время наше подходит к концу. Я бы хотел два небольших замечания сделать. Во-первых, конечно, гадать бесполезно, но у меня есть очень сильное ощущение того, что войны все-таки не будет, что все закончится бряцанием оружия, а дальше все пойдет так, как шло все последние годы. Ядерный троллинг. Ну да, если угодно так. Но я думаю, что этот тупик, который существовал уже давно, будет существовать и дальше. Никаких здесь изменений нет. Вот сейчас последнее, что я читал в американских источниках, это то, что, дескать, пока что Северная Корея все-таки не обладает возможностью ввести ядерную войну против США, наносить, угрожать территории США, не только островной, но и континентальной территории. Но время все-таки уходит, и осталось где-то года 3-4. Я помню разговоры о том, что северным корейцам до этого состояния осталось года 3-4, велись еще и в середине 90-х годов, и в конце 90-х годов, и в начале нулевых. Так что этот горизонт как бы все время отдаляется по мере того, как мы к нему приближаемся. Но я хочу сказать о другом, что, в общем, средства, именно потому что предмета для переговоров с Северной Кореей, по моему глубокому убеждению, больше нет, ничего другого, кроме санкций, реальных, серьезных санкций, не остается. То есть санкции, санкции, санкции. Вот. Но думаю, что здесь потребовалось бы серьезно пересмотреть всю стратегию санкций. Потому что, вот когда говорят, что нынешний последний пакет, он лишит Северную Корею примерно миллиарда долларов, которые она так или иначе получала извне. Через Китай, в основном. Ну да, разумеется. Вот, когда об этом говорят, ну, в общем, потеря миллиард долларов, эта сумма не маленькая, но примерно столько же Роман Абрамович, я думаю, передаст денег своей последней жене при разводе. Так что, в общем, не бог весть, что. Но они-то беднее в Роман Абрамович. Ну да, да, разумеется. Но, тем не менее. Так вот, вопрос ведь у меня, например, вопросы возникают в связи с тем, что Северная Корея имеет разветвленную систему источников внешнего финансирования. Эти источники в Японии, эти источники в Юго-Восточной Азии, эти источники на Ближнем Востоке. Наркотиками торгуют? Я думаю, что торгуют всем, что может принести деньги. Из Японии эти деньги идут от этнических корейцев, которые ориентируются на Северную Корею. Когда-то их было две трети от корейского населения Японии. Сейчас, наверное, чуть меньше половины, но все равно это приличные суммы. На Северную Корею ориентируется вот так, просто один пример. Организованная преступность района Кансай. Вот все вот эти вот залы игральных автоматов починка в районе Кансай, они принадлежат корейцам. Вот это вот состояние ни мира, ни войны, напряженность, она будет продолжаться. И, как ни странно, на мой взгляд, это в какой-то мере на руку России. В частности, потому что отвлекает внимание США и Запада от наших приключений в Украине. Вроде бы, значит, ну, Украина уже вроде с этим, к этому все привыкли, да, плохо, да, конечно, люди гибнут, но все-таки этот кризис вокруг Украины блекнет в сравнении с кризисом вокруг Северной Кореи. Я не хочу сказать, что Россия будет специально подогревать этот кризис вокруг Северной Кореи, но вот объективно получается вроде бы что на руку. Ну вот давайте мы посмотрим, что россияне думают о ситуации с кризисом на Корейском полуострове. Давайте дадим вопрос. Боитесь ли вы ядерной войны из-за Северной Кореи? Нет, не боимся. У нас прекрасная страна, в которой все хорошо с ядерными историями, поэтому мы не боимся. Я скажу, что это такая глобальная проблема, поэтому скорее да, наверное, в принципе, потому что есть чему бояться и кого. Конечно, не боюсь, я же нормальный человек. Это все не более, чем политический пиар, поэтому абсолютно нет. По-моему, американцы только смеются над этим, а наше руководство вообще никаких комментариев по этому поводу не дает. Нет, я не боюсь, я уверен, что благоразумие восторжествует. Ну, из-за Северной Кореи, наверное, нет, но если глобально брать вопрос ядерной войны, ну, мы прекрасно знаем Хиросиму, и что происходит после ядерных взрывов и так далее. Скорее всего, будет происходить, собственно говоря, в самой Северной Корее, в ее окрестностях. Нас это не сильно коснется. Ну, только если они промахнутся, корейцы, или ракета не долетит. Все в руках Божьих, поэтому, если будет, то будет война. Мы же знаем, что война, она от греха идет. Не важно, кто это будет. Северная Корея, Господь найдет способ, как смирить народ, так сказать. Ну, вот это был вопрос на улицах Москвы. У меня Александру Гольцеву вопрос. Скажите, а российские вооруженные силы, они все-таки как-то реагируют на происходящее или нет? Да, конечно. На самом деле, здесь надо отдать должное российским властям. Начиная с 2010 года, все учения, которые проводятся на Востоке, какой-то сценарий нет, они все-таки предполагают ядерами тамских в Корее. Поэтому задействуются части и соединения МЧС, которые должны по предназначению действовать в условиях экологической катастрофы. Задействуются МВД, теперь, по-видимому, Росгвардия, которые должны создавать лагеря беженцев и так далее. Нет-нет, к этому готовятся. Эту угрозу воспринимают как реальную. И опять повторю, все учения, которые проходили на Востоке страны, предполагали, исходили именно из этого конфликта. Там было масса подножек, типа японская агрессия на Соколине. Но на самом деле готовятся именно к этому. Спасибо. Александр Гольц, Георгий Кунацзе и Виктор Кувалдин сегодня обсуждали ситуацию на Корейском полуострове, конфронтацию и угрозу ядерной войны. Вел это передача Михаила Соколов. Всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин